Добрый день, меня зовут Качеев Александр, я профессиональный тренер по вейкборду. О, расскажи, пожалуйста, с чего ты начал? Начал я заниматься вейком, как и многие мои друзья в Строгино. В клубе Строгино это такое для нас всех культовое место, откуда, ну, наверное, большая часть вейкборда в России пошла, и между кабельным вейкбордом. Сколько лет ты занимаешься вейком? Сколько я сам катаюсь, я даже уже и не помню. Наверное, давно уже. А сколько лет ты тренируешь детей? Ну, регулярно 7-8 лет. Детей и взрослых, то есть ты можешь любого человека поставить на борт? Поставить на борт это несложно, и для этого не нужно быть тренером, достаточно быть просто оператором на ребятке, там, это такая рутинная операция, с которой все начинается. Да, конечно, могу, но с этим справляются многие люди. Расскажи, пожалуйста, о заслугах твоей команды. То есть у тебя есть спортсмены, которыми ты гордишься. Кто они? Да, у меня есть спортсмены, которыми я горжусь. Некоторые из них представляют Пукетвейк Парк. Некоторые пока еще не добились высокого уровня, но они уже все равно занимают призовые места и на первенстве России, и на первенстве Москвы. Конечно, главные спортсмены, которым я могу рассказать, которым я горжусь, это Николай Волохов, один из лучших футбордистов России, который в 16 лет выступает на очень серьезном уровне. Это Рязанцев Борис и моя дочь Качеева Марина. А я знаю, что ты и сам занимаешь призовые места. Ну, в последнее время не так часто это получается, да, иногда перепадает, но последнее выступление нашей команды, команды России, на чемпионате Европы, чемпионате первенства Европы в Египте, было очень достойным. Наши ребята показали лучший результат за всю историю выступления на кабельных чемпионатах. Что для тебя, Вейк? Сейчас для меня Вейк – это работа, но это не просто работа, а та работа, которую я делаю с удовольствием. И хотя сам по себе тренерская работа, она не всегда благодарна и не всегда приносит то, на что ты рассчитываешь, но все равно она мне нравится, и я занимаюсь любимым делом. То есть Вейк для тебя – это твоя любовь, твое самовыражение и то, чем ты занимаешься последние все годы? Ну, не то, что самовыражение. Я, видимо, сейчас уже стараюсь самовыразиться уже через своих спортсменов больше, чем через мои личные подвиги на соревнованиях. А как ты считаешь, может ли вейкбординг быть олимпийским видом спорта? Я считаю, что было бы неплохо. И вейкборд был бы достойным, мог бы представлять олимпийское движение. Но, к сожалению, чиновники Олимпийского комитета пока считают по-другому. Вейк объединяет людей? Да, конечно, вейк объединяет людей. Но на самом деле, я думаю, что все, кто занимается вейкбордом, все, кто выступает на серьезном уровне, они просто не могут быть плохими людьми. И они должны быть дружной командой. Ну, так оно и есть. Скажи, пожалуйста, сколько времени нужно быть на воде спортсмена, чтобы достичь хороших результатов в день? Главное, это регулярность занятий. Хотя бы пять раз в неделю заниматься. По часу, по два. Если ребенок хочет пойти к тебе заниматься, где он тебя может сейчас найти? Летом в Москве, я не знаю. Возможно, в «Гравитации», возможно, еще в каких-то клубах. Зимой я надеюсь помогать хоккетовой парту и тренировать и детей, и взрослых, тех, кто захочет заниматься этим прекрасным видом спорта. Кстати говоря, хотел бы сказать огромное спасибо нашему парку. Я имею в виду «Пхукетовый парк». Сейчас мы потеряли свою базу в Москве тренировочную, но обрели нового друга. И наши спортсмены, я надеюсь, смогут достойно заниматься, тренироваться на базе «Пхукетовый парк». И думаю, что наши показатели на Международной арене будут расти. Пожалуйста, про свою дочь. Моя дочка Качиева Марина, ну, конечно, многие узнают, довольно хорошо катается. Некоторые трюки она сильные сделала уже в раннем возрасте. Ей было 10 лет, когда она смогла выполнить «Фэлсайд Фэлсайд 720» с кикера и бланжач на полном кабеле. Собственно говоря, до сих пор эти трюки вызывают уважение. Сколько времени Мариша проводит на воде в день? Сейчас она может проводить на воде в районе часа в день, ну, полутора. К сожалению, нет возможности заниматься в полной силу. А скажи, пожалуйста, у тебя же есть супруга и сын. Они тебя поддерживают? Конечно, они поддерживают, стараются присутствовать. Помогают, снимают на видео, потом мы вместе смотрим. Ну и сына я тоже потихонечку приучаю. Уже катается разными ногами. Артем, тренер фукетовой бака, нам помогал. И с ним Максим поехал на реверсе. Скажи, а вот твои ребята, которых ты поставил на доску, они очень дружат? То есть они как семья, правда? Да, ну, вы видели только трех из моих спортсменов. На самом деле в Москве у меня их больше. И всегда летом они жили такой большой дружной семьей. Там вместе ходили в кино, там все другие места посещали, типа Макдональдса, что не приветствуют. Но они жили дружно, общались, хорошо радовались. И после тренировки много времени провели вместе. То есть недостаточно спортсмену просто проводить время на воде. Еще ему противопоказан Макдональдс, да? Я думаю, что не только ему, а большей частью людей. А как же учеба? Все спортсмены, они очень много путешествуют. Как вы учитесь? Ой, с трудом. Точнее, Марина-то к учебе относится серьезно, но не всегда получается. К сожалению, школа не дает такой возможности по удовленному обучению. Стараемся нагонять, стараемся заниматься с учебниками сами, стараемся брать руки через интернет. Скажи, пожалуйста, что ты скажешь молодым дарованиям, которые смотрят на таких ребят, как Марина, Маша, Терсков, и говорят, мы хотим быть такими же? Ну, если они уже себя считают дарованиями изначально, то, наверное, они уже практически все достигли. А для спортсменов нужно быть трудолюбивым, регулярно посещать тренировки. Только тогда будут формироваться правильные двигатели, навыки, будут происходить в организме физические сдвиги, будет расти физическая форма и развиваться все необходимые для спортсмена качества. Что ты скажешь родителям, которые отправляют своего ребенка на вейк в надежде, чтобы он просто там провел время? Они должны ребенка как бы поддерживать, либо не обращать внимания на все его там начинания и, собственно, кинул он в спорт, ну и ладно. Ребенка в любом случае нужно поддерживать. Я знаю многих спортсменов, ну, не спортсменов еще, а начинающих детей, которые занимались вейком, но как только они поднимались на какой-нибудь небольшой шажок, и упражнения усложнялись, им действительно становилось что-то трудно, страшно, им легче было бросить занятия и уйти, чем победить себя и заниматься дальше. Это не такой легкий труд. Спортсмен, который достиг высокого уровня, он обладает определенным характером, который может позволить победить и выучить эти упражнения. Они не такие простые. Спасибо тебе большое за интервью, и я надеюсь, что вы можете быть в нашем парке как можно дольше. И спасибо твоей семье, что вы с нами. Спасибо большое, Наталья. Спасибо. 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 Спасибо.